Крымский мост взорван. О реакциях в Кремле и в офисе президента Украины и о предполагаемой причине катастрофы я расскажу в этом видео. А чтобы всегда оставаться в курсе самых важных новостей, подписывайтесь. Местные СМИ сообщают, что часть автомобильного моста обрушилась, а конкретно в воду упали несколько пролетов дорожного полотна. Также сообщается о повреждении железнодорожной части. В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что в одном из составов загорелась цистерна с топливом, а советник Крымской администрации Крючков подтвердил, что цистерна в хвосте грузового поезда послужила причиной возгорания. Сообщается, что движение по мосту остановлено и планируется возводить понтонные переправы. В следственном же комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту подрыва грузового автомобиля на мосту. Песков сообщил, что Путину уже доложили о ЧП. Кроме того, главы МЧС и Минтранса по поручению президента уже выехали на место аварии, а сам Путин поручил создать правительственную комиссию для разбирательства. Сенатор Башкин заявил, что нет сомнений, что со стороны РФ будет дан адекватным, осознанным и, возможно, асимметричный ответ на ЧП на Крымском мосту. Депутат Госдумы Морозов заявил, что анонсируемый давно теракт на мосту – это уже не просто взрыв, а это объявление войны без правил. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот теракт началом уничтожения всего незаконного. Он написал «Крым – мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено. Все украденное должно быть возвращено Украине. Все оккупированное Россией должно быть изгнано», – написал Подоляк. Гиркин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он написал «Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. Праздничный фейерверк снес целую секцию, а уже пишут, что две автомобильного моста, и повредил мост железнодорожный. Естественно, Крымский мост. В конце августа на вопрос, чего ждать в ближайшее время, я, находясь в Крыму, при свидетелях ответил. У вас есть месяца полтора, чтобы вывезти семью, а потом укры взорвут Крымский мост. «Ну, сам того не ожидая, попал с точностью до недели», – написал Гиркин. «Выехать из Крыма на данный момент невозможно. Ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в от 200 до 500 миллионов рублей», – сообщила РИА Новости со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков. На данный момент известно о том, что все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть России отменены. А также в РЖД заявили, что продажа билетов на поезда, следующая в Крым, и из него временно приостановлена. Напомню, что автомобильное движение по мосту также остановлено. В связи с этим на данный момент из Крыма выехать нельзя вообще никак. Только через сухопутную часть Украины. Однако сообщалось, что Российская Федерация планирует возводить паромные переправы через Керченский пролив.